МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Совсем недавно персональный компьютер, а тем более ноутбук, считались предметом роскоши. А сегодня самые маленькие детки уже повсюду в нашей жизни тычут пальчиками в различные персональные гаджеты. Но лично меня волнует не то, как новые цифровые технологии нас развлекают, а то, как сделать что-то такое, чтобы это было полезно в нашей обычной реальной человеческой жизни. И в рамках нового проекта «Открытый регион» мы будем рассказывать о том, как цифровые технологии и информационные технологии помогают людям жить. И сегодня в нашей студии два гостя, два эксперта. Заместитель руководителя госжилы инспекции Чувашской республики Виктор Кочетков и Владимир Лидерман, руководитель интернет-сервиса, который, собственно, разрабатывал портал ЖКХ Чувашской республики, о котором мы, уважаемые телевидения, сейчас и будем говорить. Уважаемые эксперты, собственно, для чего создавался этот проект? Ну, в настоящее время вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству особо остро стоят у нашего населения, в связи с чем правительство Российской Федерации решило немножко навести порядок в сфере информатизации, в связи с чем было принято постановление правительства Российской Федерации от 2010 года о утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами. Также были внесены поправки, соответствующие в КОАП Российской Федерации, кодекс административных пронарушений. В частности, была добавлена статья 7.23.1 за нарушение требований данного стандарта. И в настоящее время, если приходить к конкретике, то, получается, в Чувашской республике постановлением Кабинета министров было принято решение о создании государственной информационной системы интернет-портала. Которая бы позволяла как раз контролировать все формы взаиморасчетов граждан с управляющей компанией, и в том числе и управляющей компанией с ресурсообеспечивающими компаниями, да? Да. В частности, мы можем выделить основные функции этого портала. Основные функции такие, что информационная справочная, контрольная, функции обратной связи, а также функции предназначены для того, чтобы граждане, жильцы квартирных домов не испытывали неудобства и могли, например, подать данные о своих показаниях по индивидуальному прибору учета, не входя из дома. Фактически... Ну и какая-то обеспечена, скорее всего, интерактивность, да? По подаче заявок, общению, жалоб, в том числе и в вашу жилищную инспекцию. Я обращаю внимание просто слушателей сегодня на этот момент. Самое главное, что это единая точка входа для потребителя, для получения полной информации о жилищно-коммунальных услугах, то есть и на основе портала создана единая информационная среда для всех участников жилищных отношений, не только для управляющей компании, но включая органов власти, как сказать, ну и других ресурсников, и других организаций, которые так или иначе участвуют в сфере, которую мы все называем ЖКХ. Ну, я вообще должна подчеркнуть, наверное, то, что, может быть, жители Чувашской республики даже не знают, как они избалованы этими едиными точками входа, но на самом деле это такая программная политика Чувашского правительства, она давным-давно уже реализуется. Да, я хочу добавить, что кроме единого портала КАПРО, который был первым, то есть у нас сейчас есть ряд отраслевых порталов по медицине, по архивам, транспорту. По культуре, СМИ, транспорту, да, и было порядка 15, насколько я знаю, да, и к тому даже уже моменту, когда появлялся портал ЖКХ. А вот скажите, пожалуйста, ну, не только я, а и управляющие компании, многие жители уже, наверное, даже знают, о том, что вообще, по большому счету, существует российский портал ЖКХ, в который предложено заходить гражданам всей Российской Федерации. Почему вот мы все-таки говорим о своем собственном Чувашском, зачем это нужно, не является ли это дублированием функции, да, или, может быть, и какие-то преимущества. Хотя я сразу подчеркну, чтобы я не забыла, я сегодня специально посмотрела заходы и вопросы на российском портале 1-2 не каждый месяц, а заходы на наш Чувашский портал 24 было объявлений, жалобы и вопроса вот только за 13 марта. Ну, во-первых, мы были одними из первых, то есть, когда развивался Чувашский портал, еще как такового российского портала не было. Вот, кроме этого, наш портал удобнее и нагляднее, там есть фотографии многоквартирных домов, в общем-то, карта, как сказать, есть возможность посмотреть только необходимые характеристики многоквартирного дома, который участвует в начислении квартплаты, когда на российском ресурсе вся информация, она, ну, собрана в одном месте и очень удобно осуществлять к ней доступ. Есть функция обратной связи, на российском портале это просто форум, где ответит управляющая компания, не ответит, или кто-то другой ответит, а здесь, на Чувашском портале, эта функция более развита. И также на нашем Чувашском портале лучше оперативное заполнение данных. Если на российском портале заполняется раз в год, то на Чувашском портале управляющие компании размещают информацию каждый месяц по факту выполненных работ по текущему ремонту. Что принципиально важно как раз для граждан. Да, а также всю эту информацию о начислениях. Ну, я вообще удивилась, я посмотрела свой дом специально, да, и база данных российского портала и Чувашского вообще у них не совпадает. Цифры разные по квадратным метрам, еще по каким-то моментам. Меня вот это вообще-то удивило. Я могу пояснить. Дело в том, что сейчас в связи с формированием программы капитального ремонта данные по характеристикам многоквартирных домов были уточнены. В нашем доме метров стало больше, в отличие от российского портала на Чувашском. Я думаю, что учтена информация о встроенных помещениях. Вот мне очень нравится, значит, все более и более прозрачным становится мой собственный дом для контроля. Не только проверяющий, а в первую очередь нас, жильцов, да? Жильцы, конечно, они поэтому в той части, что очень удобно, могут проверить данные как по своему дому, так и параллельно могут посмотреть по соседнему дому, посмотреть, какие услуги предоставляет им, какие услуги предоставляет, например, управляющая компания, которая обслуживает соседний дом, сделать соответствующие выборы или, например, сделать выбор в более другую компанию, перейти, осуществить переход или выбрать другой способ управления. Но я еще жителям Чувашии подчеркну, что когда вот я просто готовилась к программе, написала в гугле портал ЖКХ, Чуваши, как всегда, первые, да? Меня лично это радует, то, что мы продвинутые, то, что мы технологии именно ставим на службу рядовому потребителю, людям. Действительно, это все хорошо. А давайте тогда вот пройдемся по этим функциям, чтобы граждане знали, для чего, собственно, им полезен этот портал, если до сих пор они еще им не воспользовались. Вот справочно-информационная функция, что это такое? Ну, справочно-информационная функция, каждый житель города Чебоксара или житель какого-то города, республики, любого населенного пункта может зайти и посмотреть краткую характеристику, технические характеристики своего дома, посмотреть, какая управляющая компания. Электронный паспорт дома это называется, да? Да, может посмотреть информацию о своей управляющей компании, кто является директором, часы приема, часы работы, контактные телефоны, диспетчерские службы, аварийные службы, которые могут посмотреть информацию о надзорных органах. То есть, вообще, все игроки на этом поле ЖКХ присутствуют как юридические лица там, со всеми исходными реквизитами, да? Это в этом смысле удобно для потребителя. И удобно, что надзирающие органы тоже там на единой точке входа присутствуют, их не нужно разыскивать уже на портале где-то государственных органов, да? Да. Я хочу добавить, что сейчас в тех органах, которые связаны с контролем, допустим, за деятельностью или обеспечением деятельности ЖКХ уже прекратили вести локальные реестры, это информация на квартирных домах, кто кем это управляет, то есть все уже, как сказать, все на единой точке. Пользуются порталом ЖКХ. Законодательство я там видела, аналитику я там видела. Ну да, то есть, как мы уже сказали, это единая информационная среда, где собрана вся информация о жилищных отношениях. А какое количество все-таки вот там, ну, игроков-то этих, сколько управляющих компаний, ТСЖ и ресурсников? В данный момент на портале ЖКХ Чувашской Республики присутствует по крайней мере где-то около 600 юридических лиц, которые раскрывают информацию, в том числе ТСЖ, управляющие компании, управляющие организации и ресурсно-обжающие организации. А вообще это 100% или нет? Мы достигли контакта народа со своими предоставлятелями услуг? Ну, это порядка 90%. И это хорошая цифра вообще? Это очень хорошая цифра. По Российской Федерации, если там по ПФО нас каким-то образом сравнивать? Да, это хорошая цифра. Я думаю, давление на вот эти юридические лица, ведь я думаю, они сопротивляются, они очень хочется им все-все-все рассказывать своим гражданам. Ну, фактически, конечно, да. Есть организации, которые пытаются, находят какие-то лазейки в законодательстве, пытаются исключить себя из того списка, который... Они начинают говорить, есть российский портал, где можно заполнять один раз в год. Они говорят, у нас есть собственный сайт, на котором, да, непонятно, где что искать, мне лично, как потребителей, да. Почему я радуюсь за портальные системы? Потому что в какую бы больницу ни приди, в какое бы социальное учреждение ни обратись, и в какое бы вот ЖКХ-шное учреждение ни обратись, все одинаково. Вот я и здесь хотел добавить, что как раз портал и создает предпосылки, и является инструментом обеспечения прозрачности. Вот, вот я хотела задать. Вот давайте про контрольную функцию, который фактически принял на себя роль портал ЖКХ. Да, мы уже в течение 10 лет пытаемся создать конкурентную среду для жилищно-коммунального хозяйства, и как раз эта прозрачность является инструментом для создания подобной конкуренции. Дело в том, что сравнив информацию, допустим, по соседнему дому, я могу проголосовать за управление, в общем-то, другой управляющей компанией, то есть и на основании этой информации перейти, то есть, ну, получить более выгодные для себя условия. Допустим, я по своей управляющей компании добился снижения тарифа на текущий ремонт на 1 рубль. То есть это реально... Но рубль копейку бережет, или копейка рубль бережет? Нет, дело в том, что это рубль с каждого квадратного метра, каждый месяц. Очень серьезно. Кроме этого, на портале размещается информация, связанная с взаиморасчетами с населением за подпотребленные коммунальные услуги. То есть, сколько купил дом и сколько продали внутри дома, какое показание общего домового прибора учета, какое... Вот это та ниша, в которой ловят свои деньги недобросовестные люди, да? Да, конечно. То есть, не секрет, что иногда управляющие компании не могут протестать соблазну запустить руку, в общем-то, в карман жителя. То есть, за счет коммунальных ресурсов. И как раз наш портал. И позволяет выявить подобные случаи. Все очень просто. Вы смотрите на портале потребления общего домового прибора учета. И если, как сказать, так называемые общедомовые нужды отрицательные, то есть, это значит, мы купили на дом меньше ресурсов, чем продали внутри дома. Значит, вам должны вернуть деньги. И если вы не видите в квитанции отрицательную строчку, то значит, кто-то прикарманил ваши деньги. Вот мне кажется, это знаете, чем хорошо? Тем, что даже когда граждане у нас не ходят на собраниях, они, к сожалению, незаконно послушны, даже в личных интересах. А когда граждане не могут достучаться до какого-нибудь там руководителя ТСЖ, он может вести себя по-хамски, сталкиваясь неоднократно с такими вещами, да, то в данной ситуации люди могут это сделать сами, просто войдя на портал ЖКХ. Конечно. Но это еще не все. Я хотел добавить, что вот есть еще такая тема, связанная с отоплением. Нам выставляют каждый месяц одну двенадцатую от среднегодового потребления за прошлый год. А в конце года делают перерасчет. И часто получается, что сумма фактических потребленных ресурсов меньше, чем заплатили жители за целый год. И тоже портал показывает подобные факты. Например, по прошлому году мы выявили ряд управляющих компаний, которые не вернули жильцам деньги за отопление, то есть не сделали перерасчет. То есть это суммы на миллионы. Не на один миллион, насколько я знаю. Ну да. То есть и по нашему представлению, то есть в результате проверки жилой инспекции, то есть эти деньги были возвращены. Я сейчас не удивлюсь, если вы скажете, что компании НОВЭК нету на вашем портале. Компании НОВЭК нету на нашем портале. Вот видите, уважаемые граждане, я еще раз обращаю ваше внимание, надо всех туда заставлять идти. Потому что только так мы можем контролировать вот сами, народный контроль. Ну в свою очередь в части контроля я хочу добавить, конечно. Мы, государственная жилищная инспекция, являясь оператором портала жилищно-кумунального хозяйства, постоянно мониторим всю информацию по управляющим компаниям. В частности, мы рассматриваем те вопросы, достоверно ли выложена информация, полноту информации, своевременные сроки. Ну, в связи с чем могу сказать, что вот за 2013-2014 год в гос. жилой инспекции было привлечено 31 должностное лицо и 2 юридических лица на общую сумму 1 миллион 430 тысяч. Но это вот вам на помощь приходят те самые поправки в КОАП, как я понимаю, да? Да, конечно, в соответствии с статьей, частью первой статьи. В этой ситуации жилая инспекция лучший друг нашего гражданина, потому что то, что пока не можем контролировать мы сами, да, контролирует эти надзирающие органы. Хотя я знаю, что у вас достаточно малое количество чиновников, и вы живете в большом напряжении и по порядку еще других каких-то моментов, да? Но вот выражаю просто благодарность за то, что вы ведете этот портал и контролируете вот именно прозрачность всех этих вещей, потому что они именно соответствуют тому стандарту прозрачности, который утвержден правительством России. И плюс у вас еще указ президента Чувашия, главы республики. Я здесь еще хотел добавить такую важную тему, что портал может стать инструментом для публичности управляющих компаний, то есть среди жильцов. В условиях конкуренции за жителя, то есть когда житель может проголосовать, в общем-то, за любую управляющую компанию, а также в условиях надвигающегося лицензирования управляющих компаний, именно публичность будет тем, как сказать, рычагом, тем инструментом, который позволит удерживать лояльность своих потребителей, то есть ну и сделать успешными те управляющие компании, которые понимают тему публичности, тему открытости. И как раз этот инструмент и есть портал. Вот я обратила внимание на то, что Государственная Дума рассматривает сейчас проект этого закона по лицензированию. У меня вопрос в связи с этим родился такой. Там непосредственно вот эта прозрачность через подобного рода портальных системы будет просто лежать в основе этого законодательства. Ну, я не могу здесь с вами согласиться. Мне кажется, на сегодняшний день этот закон несколько сыроват, потому что, ну, как сказать, по моему мнению, он как раз и убивает конкуренцию на рынке ЖКХ, то есть и создает предпосылки для доминирования на рынке крупных управляющих компаний. Вот, но моменты связанные с... Но они хотя бы, может быть, будут отвечать. Они же плодятся мелкие. Деньги забирают и рассыпаются, и исчезают. Правда, пример Новэк очень крупный тоже нам печальный опыт показал. Защиты. Только народный контроль. Только бесконечный народный контроль. Вот, именно как раз за счет народного контроля, мне кажется, и можно достичь необходимого эффекта на рынке ЖКХ, а не за счет какого-либо лицензирования и государственного давления над частным бизнесом. Ну, вот я обратила внимание вот еще на что. Мы звоним по телефону для того, кому неудобно ходить на портал, и нам дается пять дней на сообщение своих показателей электричества, воды и так далее. А на портале это существует только три дня. Я, ну, периодически забываю и не успеваю туда вколотить свои данные. Хотя это очень удобно, потому что нужно сидеть и дозваниваться очень долго. А здесь я хоть два часа ночи зашла и заколотила в свои показатели. Почему такая разница в количестве времени? Потому что нужно два дня на обработку этой информации. В связи с тем и возникает разница во времени. Я хотел бы сообщить некоторые цифры. Допустим, за весь прошлый год на портале было принято полмиллиона показаний. То есть каждый месяц показания сообщают 14,5 тысяч жителей. А в процентах это мы не можем сказать? Какое количество людей еще не заходит туда электронным способом? Ну, 200 тысяч лицевых счетов в городе Чебоксар, то есть получается уже порядка 10% всех домохозяйств. Ну, я надеюсь, что будет расти, и, может быть, наша программа даже будет способствовать росту пользователей в интернете. А вот планируете ли вы личные кабинеты с тем, чтобы я уже тоже не ходила ни на почту, ни в Сбербанк, ни к автоматам, а заплатила прямо там же в интернете, если я умею это делать? Ну, дело в том, что возможность оплаты через интернет уже есть. Допустим, через Сбербанк онлайн ряд управляющих компаний уже подключены к этому сервису. И можно, введя лицевой счет, увидеть свое сальдо и, собственно говоря, оплатить. Вот. А для других управляющих компаний, то есть мы направили предложение в кабинет министров Чувашской республики. Если будут выделены деньги необходимые для этого, то есть ресурс будет... Ну, наверное, может быть, это было бы удобнее мне, чтобы я контролила и заявку на сантехника, да, и свою управляющую компанию, и жалобы свои какие-то, и ответы. И в том числе и оплату в одном, опять же, в одном месте, через одну точку входа, как говорится. Может, я идеализирую, но мне как пользователю хотелось бы. Ну, в этом есть, конечно, прелесть обратной связи, которая представлена на портале. Жильцы дома могут, не выходя из дома, оставить заявку на выделение специалиста, чтобы к ним пришел специалист, посмотрел, решил их вопросы. Также могут написать обращение, жалобу. То, что управляющая компания бывает, не успевает физически, например, какие-то устранить дефекты, выявляющиеся в эксплуатации, то жильцы могут оставить заявку. Представители управляющей компании придут и, конечно, если в свое время... Ну, вот, кстати, в этом и как раз такая интерактивная преимущественность нашего портала, в отличие от российского, всероссийского форума, да? Да, я хотела. Я вот уже убедилась на нескольких примерах. Я хотел еще добавить, что в отличие от российского ресурса на нашем портале ведется отслеживание сроков исполнения заявок. И эта информация раз в неделю поступает в госжилу инспекцию и в органы местного самоуправления для контроля. Так это все время звонят, звонят, да, что гражданин Иванов вообще вам вообще задал вопрос. Будьте любезны, ответьте. И кроме этого на самом портале есть статистика, сколько просроченных, как сказать, заявок, сколько отвеченных, сколько в процессе ответа. Ну и тогда, наверное, ведется рейтинг какой-то. У вас там пилот с городом Чебоксара, я знаю, реализован. Да, то есть мы, ну то есть, как сказать, рейтинг управляющих компаний, которые делает муниципалитет, сейчас на 90% основан на информации, которая размещается нам на портале. Но также есть такие показатели, допустим, количество жалоб. Жалобы ведь не все приходят на портале. То есть, и, соответственно, есть еще офлайн жалобы. То есть, поэтому полностью автоматизировать рейтинг на портале пока невозможно. Но работа в этом направлении ведется. Ну все это контрольные функции, опять же, как бы, да? Это можно будет только сделать совместными усилиями, когда мы свои обращения. Все, все игроки на этом поле будут корректно работать. И все-таки, уважаемые эксперты, я хочу еще раз уточнить, есть ли у управляющих компаний, у всех игроков этого поля, вот те, которые предоставляют услуги, право выбора размещать информацию на своем личном сайте, который есть у некоторых, да, или на вот этом нашем государственном портале ЖКХ. Формально, да, управляющая компания может размещать информацию как на своем собственном сайте, так же может размещать на республиканском. Но для населения, для открытости информации и получения информации в полном объеме, в части достоверности, там, в сроках и всего, конечно, было бы удобнее, если бы все управляющие компании Чувашской республики раскрывали информацию на портале. Указ главы республики их обязывает вообще-то это делать? Он им предлагает это сделать, да? По-дружески так. Да, то есть, в принципе, для самих управляющих компаний это тоже важно, потому что главное в сфере ЖКХ – это доверие. Контрольное слово вообще для всего социума. Вот, и когда мы говорим о доверии, то есть возникает такое слово, как публичность, я уже об этом говорил, то есть, и поэтому портал – это то, что может этой публичности как раз дать все необходимые условия и инструменты. Сказать, это элемент их хорошей и здоровой конкуренции как раз с другими, да? В принципе, портал – это как супермаркет, где каждая управляющая компания представляет свой продукт. И куда ходит житель, чтобы выбрать один из них? Ну что ж, уважаемые граждане, есть такая шутка в интернете. Получив Саранский счет за жилищно-коммунальные услуги, Жерар Депардия решил вернуть себе бельгийское гражданство. Я надеюсь, что мы были очень полезны, объяснив вам, почему нужно ходить на портал ЖКХ Чувашской Республики, который доступен в любых гаджетах уже сегодня, не только в стационарном компьютере, да? И почему нужно следить за наличием прозрачных всех этих цифр? Одна же в инспекции не справится. Мы – главный народный контроль. Наше счастье в наших руках. Поэтому желаем вам успехов на этой новой вниве нашей информационной жизни.